Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, и добрый вечер. Как мы уже анонсировали, посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов у нас сегодня в студии. Добрый вечер. Абик, добрый вечер, и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, может быть, начнем действительно с такого важного вопроса. Я думаю, что очень многие наши радиослушатели тоже имели возможность понаблюдать в прямом эфире и через интернет большую пресс-конференцию как раз президента вашей страны, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. По традиции, я знаю, что в декабре такие пресс-конференции проводятся, где российский президент высказывается по всем вопросам актуальным, и внутренней политики, и внешне. Как раз все это имело место быть. Может быть, несколько слов о том, что вам, не знаю, запало в сердце, в душу, на что вы хотели бы обратить внимание. Ну, прежде всего, я хотел бы, Абик, вас поблагодарить за правильный выбранный день для нашей встречи. Да, так совпало, прямо сегодня, да. Так совпало, да, случайно. Случайно. И, в общем-то, по большому счету, я могу сегодня вообще ничего не говорить. Все, что хотелось бы сказать и услышать, все уже было сказано. Но, тем не менее, конечно, впечатление от такого мероприятия, если его так назвать казенно, остается и сиюминутное, и долговременное. И вот по кассе и минутное – это глубочайшее уважение к профессионализму главы нашего государства, который 4,5 часа отвечал на вопросы, диапазон которых, ну, ожидаемо, конечно, абсолютно разнообразный. То есть, точно никто не скажет, что кто-то заранее что-то подгадывал, да? Ну, вот это, наверное, просто исключено. Здесь даже теория вероятности не поможет, это не сосчитать. А с другой стороны, что, опять-таки, мне всегда импонирует в этой подаче материала, это корректность, терпение, стремление понять вопрос и дать на него ответ. Я недавно давал интервью одной местной латвийской газете, и оно было названо одной фразой, которую я считаю принципиальной – «власть не имеет права врать». Вот как раз наш президент, господин Путин, демонстрирует именно такой подход к своей работе, к своей деятельности, и он не стыдится отвечать на вопрос «я не знаю». И это очень важно для политика, для людей, которые живут в нашей стране. Ну, в принципе, логично, нельзя знать все, есть какие-то вопросы, на которые, да. По крайней мере, если ты ответил, ты отвечаешь за свои слова. Если ты не смог ответить, ты проработаешь этот вопрос и дашь ответ. Вот интересно, я обратил внимание на этой пресс-конференции, что очень много было сказано, может быть, и, конечно, прежде всего для граждан России, но и для, вот скажем, для остального мира были очень важны какие-то вещи, которые вот в условиях вот этой, не знаю, всемирной такой мировой пропаганды или очернения России многие даже не знают, не замечают. Выросло целое поколение, в том числе жителей Латвии, которые никогда в России не были. Им почему-то кажется, что если они могут изъясняться на русском языке, то они одновременно эксперты по России, да. А на самом деле очень масса многих вещей таких позитивных, которые произошло в России за последнее время, вот экспорт зерна, когда такое было, что Россия стала одним из крупнейших экспортеров зерна. Когда такое было, могу сказать, сто с лишним лет назад. Я про это и говорю, да, когда Россия стала одним из крупнейших экспортеров зерна. И так дальше, наверное, можно продолжать там. Как раз был очень хороший вопрос заданный о советском наследии, потому что, ну, есть такое мнение, что Россия в том числе вот живет за счет вот этой, вот, не знаю, советских там инвестиций или инфраструктуры и так далее. И Путин рассказал предметы на цифрах и фактах, что было за это время построено и так далее. Это, мне кажется, важным моментом. Ну, вы знаете, если уж так вспоминать советские времена, наверное, те, кто их помнит, тогда иногда случалось на кухнях и в анекдотах слышать о том, что все, что нам запас батюшка Николай II, вот мы и доедаем. С 13-го года. С 13-го года, да. А если сейчас следовать той же логике, ну что ж, тогда, наверное, Советский Союз не закупал зерно в Канаде, не закупал продовольствие. И надо сказать, что молодая Россия, которая появилась практически одновременно с Латвийской Республикой во второй своей инкарнации, она тоже поначалу 80% продовольствия импортировала. И эта пропорция сейчас изменилась. Теперь 20% мы импортируем, и то это аккуратные оценки, а 80% мы экспортируем. И это не только зерно. Это и другие продукты нашего аграрного комплекса, который стал действительно высокотехнологичным, мощным, и он будет развиваться. Если сейчас, по еще не окончательным оценкам, объем экспорта сельхозпродукции и всех связанных с ней вещей составляет порядка 25 миллиардов долларов, то ближайшие 2-3 года этот объем должен составить 45 миллиардов долларов. Вы знаете, это совсем неплохие цифры. Совсем неплохие цифры. Может быть, это отчасти результаты того санкционного давления, о котором, кстати, тоже спрашивали сегодня президент России, и он, по-моему, очень хорошо по этому поводу высказался. Вы знаете, как это говорят опять-таки, нет худа без добра. Да, действительно, санкции, как метод достижения политических или конкурентных целей, это метод непорядочный, неприличный. Но, с другой стороны, когда эти санкции были введены против России, а мы в ответ, что вполне закономерно, ответили своими контрсанкциями, реальное общество, реальная экономика, реальный, в том числе агросектор, столкнулся с необходимостью продолжать обеспечение продовольственной безопасности своей страны. Включился механизм импортозамещения, пошло финансирование целевое и в значительных объемах. И, конечно, это не произошло на утро. Безусловно, был период переходной становления, но сейчас этот результат очевиден. И то же самое можно говорить и о других отраслях нашей экономики. – Да, вот еще такой, наверное, может быть важный вопрос, так, чтобы вот эту тему санкций завершить, хотя она такая многогранная. Сенат Соединенных Штатов тоже подсуетился, какой-то новый пакет жестких санкций собирается вводить. – Да, мы теперь получили, наконец-то, это удивительно, конечно, хотя ничего нет вечного в подлунном мире. У нас теперь новое название страны, наверное, новая аббревиатура этого нового закона санкций из ада по-английски звучит как Крук, C-R-O-O-K. Крук одновременно – это еще жулик, мошенник, там какой-то такой непорядочный человек. – Ну, это еще почище, чем вот было с Британией, да? Вот помните, это была тоже замечательная фраза, когда вот вокруг Скрипалей там… – Highly likely. – Да, 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 да. – Ну, это дамская элегантность, это дамская элегантность. – Да, теперь все-таки из ада. – Да, теперь мы просто Крук. Ну, понимаете, если говорить такими терминами, то если брать английский термин «Трамп», то это не только «козырь», но это и «джокер». И этот ряд синонимов можно продолжить. – Ну, вот нас, граждане Латвии, мэр одного портового города прямо попал в этот ад санкций. – Ну, да, это интересная история. – Да. – Говоря все-таки о латвийско-российских отношениях, так получилось, что вот сегодня 19 декабря, наверное, можно какие-то итоги подвести. Все-таки как бы вы охарактеризовали латвийско-российские отношения? Я помню, это уже и в прошлом году спрашивали многие журналисты с такой надеждой в сердце, что вот есть ли свет в конце туннеля, вот, ну, есть какой-то диалог, ведь все-таки вы, как посол, наверное, сюда, если так можно сказать, вас и направляли для того, чтобы отношения все-таки поддерживать. – Ну, безусловно, это так, и свет в конце туннеля есть всегда. Вопрос только в степени освещенности вне туннеля. – Да. – И, конечно, тогда это зависит и восприятие. Но, знаете, есть такая тоже англосаксонская поговорка, что лучше быть за столом, чем на столе в меню. – Да, в этом что-то есть. – Есть такая какая-то, такая в этом сермяжная правда. Отношения существуют, они не на высоком градусе, но их нужно структурировать. Одно дело – наши торговые и экономические отношения, другое дело – наши политические отношения, дипломатические отношения, отношения ведомств, отношения территорий, субъектов, муниципалитетов, отношения на человеческом уровне. Вот вы сказали, что выросло целое поколение, которое не бывало в России. Ну, я могу только сочувствовать этим людям. Они многое упустили уже в своей жизни. А даже если они не очень хорошо знают русский язык, все-таки язык – это инструмент, который позволяет быстрее и лучше узнать страну этого языка. А отношения, они существуют, они будут развиваться. Я в этом абсолютно уверен. Вопрос в том, что мы должны разделять два обстоятельства. Я за почти три года уже работаю в Латвии не почувствовал ни разу отношения к себе как к русскому человеку, как к россиянину, как к послу, отношения неуважительности, какой-то агрессивности или чего-то подобного. И воспринимаю это как норму. Это нормальное отношение на человеческом уровне, они не страдают какими-то недостатками. Многое, может быть, можно улучшить, можно узнать больше друг о друге, можно развивать эти стремления. На политическом уровне, ну, здесь, я думаю, тоже всем нашим слушателям понятно, что Латвия в числе заметно русофобских режимов... Вот что обидно. Ну, понимаете... Ведь мы соседи. Это правильно. Есть тоже такая, опять-таки, поговорка, что хороший сосед лучше дальнего родственника. Но для этого, наверное, тоже нужно пройти какой-то путь, нужно понять как-то... Вот вы сейчас упомянули одного известного латвийского политика, который стал объектом санкционных решений Соединенных Штатов Америки. Я бы не считал, что он стал объектом этих санкций. Я бы подумал о другой интерпретации. По-видимому, инфраструктура Латвийской Республики стала объектом этих санкций, потому что та быстрая реакция на введение этой нормы... И надо сказать, что вчера, насколько я понял, из сообщений прессы санкции в отношении Венспилского порта были отменены. Это не значит, что они закончились. Если еще есть процедуры их отмены, это другое дело. Но получилось так, что с 9 декабря введение, 18-го отмена, это очень оперативно. Я сегодня читал, что это заслуга правительства, Министерства иностранных дел и посольства Латвии и Вашингтоне. Очень хорошо сработали, очень оперативно. Правда, при этом сменилась форма собственности в Венспилском порту. Он теперь государственный, насколько я понял. Да, говорят, что лес рубят. Ну, тут такая щепка, знаете, на бревно похожа. Как бы не попала. Превентивно то же самое произошло с Рижским портом. Хотя он вроде бы не к санкциям в Венспиле. Ну, там были какие-то разговоры, что-то кто-то мимо проезжал, я слышал вот такие комментарии. Да, в Венбах три раза между, рядом с портом. Вот, видите. Приезжал, парковался где-то недалеко. Да, наверное. Это вирусное, вирусное. Да, наверное. Но дело это в том, что, знаете, мне это все, извините за аналогию, мне это напоминает ленинский план захвата власти. Вначале нужно взять банки, потом инфраструктуру. Так это же классика. Это классика. И надо сказать, что от классики трудно оторваться. Трудно придумать что-то более эффективное. Ну, вот с банковской системой все понятно. Начался капитальный ремонт. Не знаю, внесли ли Латвию в серый список MoneyWell уже по итогам оценки этого ремонта. Не знаю, пока информации не имею. С Национальным банком тоже вроде бы все стало нормально. Капитальный ремонт. Да, капитальный ремонт завершится уже формально 21 декабря. Дальше за финансовой системой что есть сильного в экономике этой страны? Это транспорт и все связанные инфраструктурные вещи. Ну, вот два порта уже изменили свое качество. С железной дорогой, кажется, тоже разобрались чуть пораньше. Там кадровые решения. Ну, там кадровые решения. Но дело в том, что ведь кадры решают все. И поэтому, так сказать, здесь, я думаю, все последнее. Что дальше теперь? Ну, говорят там еще о каких-то государственных должностях, о каких-то заменах или каких-то изменениях. Происходят изменения на муниципальном уровне. Рижская дума. А что такое Рига для Латвии? Это страннообразующий город. Там тоже будет капитальный ремонт. Там тоже, наверное, в ближайшее время начнется. И чем сердце успокоится, хотелось бы посмотреть. Да, ну, по крайней мере, интересно. Евгений Лукин, у нас в студии посол Российской Федерации в Латвии. Буквально пару минут на рекламу. Не переключайтесь. Добрый вечер. Еще раз посол Российской Федерации в Латвии. Евгений Лукин, напомню, в прямом эфире. Вот продолжая тему латвийско-российских отношений, диалога. Но вот, к сожалению, в этом году так сложилось. Может быть, потому что журналисты, в первую очередь, как-то вот нацелены искать какой-то негатив. Да, может быть, вы опровергнете. Но создается такое ощущение, что вот латвийская сторона, вот диалог строит в основном на таких вот, ну, заочных, таких, не знаю, повышенных тонах, нотах. Вот в моей памяти, я думаю, наших радиослушателей тоже. Недавний вот протест Латвии был против салюта в связи вот с юбилеем годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Салют, правда, был в Москве, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, вот была нота протеста со стороны Латвии. И вообще, вот латвийское министерство обороны подготовило целый ролик, в котором утверждало, что, в принципе, освобождения-то никакого не было, поскольку немцы уже Ригу оставили. Да, ну, раз оставили, вроде и освобождения не было. Ну, такая интересная интерпретация, правда ведь, да? Вот я занял какую-то, условно говоря, чужую квартиру. И говорю, слушайте, какие ко мне претензии? Хозяева-то вышли? Вышли, я занял. Ну, условно говоря, да? Ну, знаете, честно говоря, да, эти все события, эти оценки и комментарии, они имели место быть в недавнем прошлом. Они иногда проявляются и сейчас, и будут проявляться наверняка и в будущем, потому что следующий год, это год 75-летия победы над фашизмом, над коричневой чумой, это победы антигитлеровской коалиции, в составе которой советский народ и советская армия успешно добились результата. И, знаете, у поражения всегда сирота, а у победы всегда много отцов. Это вполне в человеческой природе, наверное, и история, наверное, как такая достаточно ранимая муза, может быть, уже и привыкла к тому, что ее все время переиначивают, переиначивают, перелицовывают, там, перегримируют или, я не знаю, перекрашивают. Есть, наверное, такое ощущение. Но существует объективная реальность, существует реальность, которая создается в силу какого-то актуального запроса или, может быть, еще каких-то размышлений. Вы знаете, история каждого государства должна быть белой, пушистой, полной побед и успехов. Если вдруг что-то не вписывается в это восприятие, то это как-то отрицается, отбрасывается. Мне кажется, что даже самая тяжелая правда, а эта тяжелая правда есть в истории каждого государства, каждого народа, каждой культуры, она не должна ретушироваться, потому что, не помня прошлое, мы потеряем будущее. И тогда, вот эта расхожая фраза о том, что история повторяется, ну, так вот, она не должна повторяться еще большим трагедийным масштабом или последствиями, люди и политики, которые об этом забывают, недальновидные. Они, к сожалению, заплатят за это. А все-таки, на ваш взгляд, учитывая ваш такой опыт жизненный, это вот, скажем, такая попытка вот таким вот образом исказить историю и переписать, называть как хотите, это, в основном, война что, с прошлым или это все-таки вот попытка каким-то образом, ну, переписать, не знаю, и настоящую геополитику, сказать, ну, и победы-то никакой не было, и вообще ничего не было. Да, конечно, понимаете, вот в этом-то вся и пикантность этой вот борьбы с тенью. Ну, хорошо, был протест официальной Риги по поводу салюта на Поклонной горе в Москве в связи с освобождением Риги. Ну, хорошо, фиксируем это. Тогда что, должен быть салют в связи со взятием Риги? Все меняется тогда. Или вообще салют не должен был быть? Ну, видимо, да. Наверное, да. Но тогда мы уходим в какую-то вот глубокую пещеру, как в известной сказке одного великого американского писателя. Ныряем в эту нору, и там начинаем вот это все копать вообще, раскапывать. Но вот сегодня президент Путин на один вопрос по поводу того, что вот, может быть, нужно было сдать Ленинград? Может, нужно было проиграть немцам? Это одно и ваш город, между прочим. Да, действительно. И город, в котором четыре поколения моих предков жили и были в блокаде. И мой отец воевал на Ленинградском фронте. И моя бабушка погибла в блокаду, похоронена на Пицкаревском кладбище. Так вот, Путин очень справедливо сказал, ребята, вы что, придурки? Вас бы тогда бы не было. Вот до чего может докатиться переписывание истории, да? Понимаете, ведь действительно не было. Ведь фашисты ставили задачу... Истребление? Евгенистическую, российскую. Славянство, как недочеловеки, должны быть, как унтерменши, должны быть лимитированы. Они нужны были только для каких-то рабочих функций, желательно за Уралом. Ну, а балтийские славяне, они, по-видимому, исключались из этого славянского племени, да? Судя по документам, нет. Ну, вот, судя по документам, нет. И судя по планам неких выходцев из Прибалтики, правда, из немецких баронов разных всяких, Розенбергов, планы в отношении титульных наций как-то были очень конкретны. И, конечно, масса сейчас, может быть, комментариев и возмущений о том, что это все ерунда, это все пропаганда, это все придумали. Ну, да, мы и Майданок придумали, и Освенцим придумали, и Рижское гетто придумали, и Саласпилс придумали. Саласпилс, да. Придумали точно. Уже, кажется, это вообще был воспитательный снаторий. Исправительно-воспитательный лагерь для девушек с низкой социальной ответственностью и алкоголизированных молодых людей. Вот часто так преподносится, да. Ну, хорошо. Ну, если вы считаете, что это прилично вот так поступать, ну, тогда каждый человек имеет право оценить степень вашей приличности. Что еще тут скажешь? Да, ну, я думаю, что не может и у наших радиослушателей не вызывать тревогу и попытки, если мы говорим, покопать. Вот, ну, копается, пытается, не знаю, раскопать, демонтировать памятник. Пока, правда, не получилось, рабочую группу создали, будут оценивать, переименовывать, может быть, памятник, там, какие-то таблички вешать. Вот, насколько вы считаете это вообще реально с точки зрения? Вот эти вот идеологические перетягивания каната, они, наверное, тоже имманентно, так вот, исторически всегда присутствуют в человеческих обществах. Вспомните другую историю. В 47-м году идеологически озабоченные партийные функционеры коренной национальности пришли к выводу, что памятник Мильде, он идеологически враждебен падамью Латвия. И надо бы его убрать. Кто спас этот памятник? В 47-м году, самое тяжелое время... Тогда можно было убрать все, что угодно. Да, сталинского, как бы сказать, пострепрессионизма, как это у нас называлось. Советский скульптор Вера Мухина, уроженка Риги, русская женщина. Она спасла Мильду. Может быть, сейчас поставить у этого памятника табличку с пояснением истории его существования, что его хотели вот разрушить, а спасла этот памятник? Скульптор Вера Мухина. Может, ей самой памятник-то поставить надо было бы, да? Ну, в общем-то, я думаю, что она достойна этого, потому что, действительно, этот памятник, это часть культурного наследия Латвии, это памятник произведений, искусства и архитектуры. Воевать с памятниками, извините, это пошло. Какими бы высокими, в кавычках, материями это не прикрывали. Знаете, эти драпировки ноготы-то не скрывают. Но вы предполагаете, все-таки не удастся? Нет, ну, во-первых, я не предполагаю. Это человек предполагает, а я посол. Я исхожу из нормативно-правовой базы, которая существует между двумя государствами, имеющими дипломатические отношения и уважающими свои договоренности и обязательства. Этот памятник находится под защитой нашего двухстороннего соглашения с Латвийской Республикой. Если даже предполагать какие-то такие нереальные сценарии, нет, я не верю в это и даже не хочу это допускать. Еще мой вопрос, который тоже нельзя обойти вниманием, это, конечно, ситуация с образованием на языках нас меньшинств, в частности, на русском языке. Мы знаем решения Крестоносуда, которые были в этом году. И ту тревогу, которая есть у многих наших радиослушателей, у родителей, детей, для которых русский язык, языки нас меньшинств являются родными. Они действительно не понимают и не знают, что дальше вообще будет происходить. Как вы бы это прокомментировали? Вы знаете, тут, честно говоря, и комментировать-то нечего, но я позволю себе, не цитируя, но передавая смысл одного высказывания господина Каринша. Премьер-министра Латвии. Премьер-министра Латвии. Ну, каждый, наверное, житель Латвии знает его судьбу, его биографию и другие подробности его личной и семейной жизни. Он как-то сказал, опять-таки подчеркиваю, что это не цитата, я передаю смысл, что конь может родиться в хлеву среди коров, но от этого он не перестанет быть конем. Трогично. Здравая мысль. Очень здравая мысль. Я не хочу сказать, что он родился в хлеву среди коров или еще что-то. Это просто образ. Но мне кажется, он очень справедливый. Но какой вывод делает правительство во главе с господином Кариншем, что русских детей надо ассимилировать? Где логика? Есть посыл вот этого, так сказать, сохранения своей идентичности, вне зависимости от окружения. И одновременно... Это что тут? Я слышал какой-то такой базарный тезис. Нам не важно, чтобы вы знали язык, нам важно, чтобы вы знали свое место. Но это как? Это бытовой и политический реваншизм, что ли? Ну, опять-таки, это все как-то очень несерьезно выглядит. Тем более, что обязательства латвийского государства, как государства европейского, Европейского союза, касательно сохранения культуры, наследия, языка, национальных меньшинств. Правда, я тут читал какие-то новые термины, какой-то придумали, вместо нацменьшинств. Но, боюсь его воспроизвести фонетически, как-то не запомнил. Но там что-то, как там, русско-латыши или латыши-русские. В общем, какой-то такой аббревиатурный вариант. Но, вы понимаете, я не понимаю, как можно говорить о демократии, о цивилизованности, о толерантности, там, не знаю, о высоких материях, когда людям не дают возможности спокойно, свободно изучать свой родной язык. Даже за свои деньги. За свои деньги в том числе. Ну, тут уж про невидимую руку рынка я не говорю. Тут вообще... Уже отдельная история, да? Это совершенно отдельная история. Она вне права, вне логики и вообще вне капитализма. Спрос есть, предложение нельзя. Ну, тут уже просто даже комментировать неловко. А вопрос стоит в другом. Разве можно даже предположить, что вот современная молодежь Латвии, которой уже почти 30 лет независимости во Второй Республике, да? Которая свободно владеет и латышским языком, и русским языком, и там, какими-то другими языками Европы и мира. А они от этого перестанут быть латышами или русскими? Они латвийцы. Я так это понимаю. И вообще я воспитан в такой период развития моей страны, когда национальность вообще не имела никакого значения. Как Вы считаете, будет ли рассматриваться, ну, я понимаю, что сегодня Вы не сможете ответить на этот вопрос, но, в принципе, ведь шла речь об открытии какой-то, не знаю, российской школы, не знаю, при посольстве или как? Ну, вот давайте мы четче определим это школы при посольстве по стандартам российского образовательного, так сказать, процесса. Да. Я считаю, что открытие подобной школы необходимо. Это, прежде всего, моя заинтересованность как руководителя российской миссии, потому что мне нужны нормальные условия для воспитания и образования детей моих сотрудников. Иначе тогда вряд ли кто согласится поехать сюда на работу, оставляя детей, допустим, в России или... Это понятно, да. Это человеческие, это очень понятно. Во-вторых, я считаю, что востребованность такой услуги в Риге и в Латвии в целом существует. И вопрос сейчас, он, ну, как бы сказать, технический. Сейчас в нашем парламенте рассматривается одна поправка в текущее законодательство об образовании, обязательном образовании в России, где есть такая клаузула о том, что российские дипломатические миссии в странах пребывания должны предоставлять, в случае наличия, так сказать, такого образовательного учреждения, должны предоставлять образовательные услуги детям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в стране нахождения нашей миссии. Это логично, кстати, с одной стороны. Да. И, но тогда сразу возникает вопрос, вот это конкретно Латвии, если говорить, то сколько десятков тысяч российских граждан проживает в Латвийской Республике на постоянной основе, и сколько у них детей школьного возраста. И, боюсь, как бы я не стал тут больше директором школы, чем послом. И, конечно, будет принят закон такой редакции, будем его выполнять, но для этого нужны серьезные решения, ресурсы, финансы. Ну, в принципе, об этом. Но об этом мы не просто думаем, мы прорабатываем эти вопросы. Это очень непростая тема. И, кроме того, знаете, есть сейчас еще такие современные формы обучения, которые в России развиты достаточно активно. Это дистанционное обучение, это заочное обучение, которое, кстати, в этой форме работает. Поэтому многие дети, даже наших сотрудников, они учатся не в Латвии. Может быть, последний вопрос, так совсем мало времени у нас остается. Может быть, какие-то ваши пожелания не только радиослушателям, но и на следующий год, может быть, в рамках взаимоотношений между нашими двумя странами? Ну, главное, не поймите меня так, что я хочу сохранить свою работу. Я уверен, что... Но это тоже нормально. Ну, да, это личное такое мне пожелание на следующий год, да? Но прежде всего я хочу всех слушателей поздравить с наступающим Рождеством и Новым Годом. И Новым Годом и Рождеством. Тут как угодно. Но опять-таки вот эта история новогодняя, она лишний раз доказывает, что православный народ, он миролюбивый. Он больше праздники любит, чем что-либо другое. Поэтому мы и Новый Год дважды празднуем, Рождество дважды празднуем. И всегда эти праздники, наверное, самые светлые в жизни каждого человека. Пожелаю всем здоровья, благополучия, спокойного, мирного неба. И что еще можно пожелать в такие дни? Надеюсь, что это все сложится. А если все сложится с мирным небом, то тогда и отношения имеют только одну векторную направленность. На улучшение. На улучшение. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.